В истории нашей страны много белых пятен. Одним из них является война в Афганистане. Мало кто знает, что там в действительности произошло. Одной из попыток рассказать о той войне был фильм Фёдора Бондарчука «Девятая рота». Но, по мнению Дмитрия Пучкова, больше известного под псевдонимом «Гоблин», фильм не совсем правдиво отображает драматические события высоты 32-34. И тогда Дмитрий Пучков решает создать документальный фильм «Правда о девятой роте». Но потом к нему пришла идея ещё интереснее. В ходе создания документального фильма понадобилось воссоздать рельеф, где происходили события. То есть попытки полететь в Афганистан, заснять на месте, ничем не увенчались. Для этого была заказана съёмка со спутника. После фотографий со спутника начали воспроизводить рельеф. И пока всё это делали, вот как раз посетила мысль, что на готовом материале очень даже можно изготовить компьютерную игру, которая наглядно показывала бы, позволяла принять участие в событиях, которые имели место быть. Это достаточно спецпичный продукт. То есть в нашей стране ничего подобного не выпускали. Это такой документальный экшен. Сфера мрачная, то есть, ну, как и на самом деле всё было. То есть высота 32-34 – это 3 километра, в общем-то, над уровнем моря. Это зима, то есть это холодно, все в пупайках, валенках, там и лежат за каменными укрытиями. Атаки начались в сумерках и практически там до 3 утра всё это продолжалось. То есть там бились при свете осветительных снарядов и световых волн. В игре «Правда. Девятые роти» геймер действует в полном соответствии с реальными приказами, которые отдавались во время памятного боя. Перед игроком ставятся задачи, которые выполнялись нашими солдатами в ту суровую ночь. Например, удержание пулемётной точки, находящейся под жёстким обстрелом. Очень важной задачей является не допустить подхода душманов к советским позициям. Воевать можно только за наших. Я считаю, что когда даётся возможность поиграть за наших, за не наших, это неверно. Идеологически неправильно. Ну, конечно, в общем-то, компьютерная игра, она не может дать, так сказать, полного ощущения того, что происходит на самом деле. Это просто невозможно. То есть там ни холод не создашь, ни разреженный воздух, и, в общем-то, убить тебя при любом раскладе не могут. Но наглядно посмотреть, как это происходит вообще, и что это из себя представляет, можно, да. И попробовать ощутить себя, так сказать, в роли тех людей, которые действительно совершили подвиг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова